Посмотрел налево, направо, только на пешеходном переходе и только на зелёный сигнал светофора. Прописные истины поведения на дороге должны знать все, и чем раньше их начнёте осваивать, тем лучше. Особенно это касается детей, уверены запорожские сотрудники ГАИ. Поэтому они регулярно проводят разнообразные акции, чтобы научить школьников правил дорожного движения. На днях в 15-й школе прошло награждение победителей всеукраинского конкурса «Безопасное колесо». «Безопасное колесо» — совместная акция ГАИ одной из всеукраинских газет. Организаторы всё сделали так, чтобы детям было интересно в ней участвовать. Призы приготовили соответствующие. Так два запорожских старшеклассника, ставших победителями акции, получили сертификаты на бесплатное обучение в автошколе. Изучаясь в рамках предмета ОБЖД, сухие термины, правил дорожного движения, им как бы неинтересно, поэтому мы используем всевозможные методы в игровой форме, в форме рисунков. Конкурс проходил по интернету, что не надо было никуда ехать или куда-то ехать. Поэтому это было очень удобно. Простых правил, необходимых для того, чтобы обезопасить свою жизнь, не так уж много, говорят школьники. И всем советуют их придерживаться. Эти дети уже знают, что дорога ошибок не прощает. Ну, конечно, надо знать, что надо переходить именно по светофору или по зебре. Посмотреть сначала в стороны, потом на светофор, и когда появится зеленый свет, переходить. Сомнений в необходимости проведения таких акций быть не может. В этом мнении единые педагоги и сотрудники ГАИ. Работа дает свои результаты совместные, потому что дети умеют сами переходить улицу, учат малышей правильному переходу, переезду, умеют очень сложные переходы преодолевать. Наши дети – это самые активные участники всеукраинских акций. Они победители всеукраинских соревнований. И состояние аварийности, которое на сегодняшний день есть на дорогах в нашей области, тенденция к снижению, я думаю, что явным тому подтверждение. Кроме того, в этот день школьники имели возможность ближе познакомиться с работой дорожной милиции. Запорожские гаишники рассказали детям о своих рабочих буднях и показали патрульный автомобиль.